Владимир Сметанин Владимир Головенкин — У нас приятный повод для этой встречи. Ну, разумеется, 2018 год, год чемпионата мира по футболу в нашей стране. И вот на этой волне в том числе мы будем говорить об истории нашего футбола. В предварительной беседе с Евгением Алексеевичем, как раз вы поделились, Евгений Алексеевич, что книжка у Владимира Борисовича вышла совсем недавно. Да, вот это. И книга новая о кировском футболе вот-вот должна издастся. Да, да. В конце недели. В конце уже этой недели. Вот давайте поподробнее, что за книжка такая будет. Поддерживайте друг друга. Владимир Иванович расскажет поподробнее, потому что он занимался непосредственно подготовкой этой книги к изданию. Так что, Владимир Иванович, вам слово. Пожалуйста, что за книжка? Как называется в первую очередь? Они играли за «Динамо» в фотоальбом. Это фотоальбом, да? Фотоальбом, да. Впервые Евгений Иванович проделал огромную работу, собрал альбомы футболистов кировских. Но поскольку они все работали в школе, у него в школе тренерами, они откликнулись, принесли альбомы. У нас была мечта сделать книжку большую о фотографии о кировском футболе. Ничего подобного пока еще не выходило у нас? Или выходило оно давно? Вышло пять лет впервые. Сейчас мы повторяем, немножко поменяли. Наполнение? Да, наполнение поменяли. 95 лет «Динамо», тогда отмечалось 90 лет «Динамо», сейчас 95. И благодаря Евгению Иосифовичу, его усилиям были собраны уникальные фотографии, рассказывающие об истории ядского футбола еще до революции, когда он появился и позднее, до наших дней. отображающие в фотографиях историю в этом ценности этой книжки, этого футуальбома. Немножко, может, Евгений Иосифович расскажет вообще, как эта серия «Они играли за «Динамо»» появилась. Давайте напомним о ее существовании. Да, естественно. Меня попросили ознакомиться с материалами, которые готовились к выходу к 90 лет «Динамо», Всероссийского общества «Динамо», Всесоюзного общества «Динамо». И я там не нашел полной картины развития футбола в городе Кирове, Кировской области. Меня это задело за живое, естественно. А там в целом «Динамо» говорилось, да? Да, в целом «Динамо», да, все виды спорта, да. И футбол был отображен очень мало и скудно. Обделено, в общем. Да. И меня, как говорят, жаба задушила. Вот. Надо сделать так, чтобы о кировских футболистах, о кировском футболе знали больше. И поэтому я этим вопросом занялся. В течение, ну, года-два собирал информацию, фотографии, беседы. Ну, и, естественно, результатом был выход к 95 лет общества «Динамо». Или к 90 еще? 90. 95-летию, да. 90-летию, да. 95 лет в этом году исполняется. Ага, 93-ю, значит. Вот. Пять лет назад. И с Владимиром Ивановичем мы вот создали такое произведение, которое очень понравилось большинству болельщиков. Но не только у нас в городе Кирове, но и за пределами нашего региона. Особенно интересуются люди, которые занимаются по своей профессии, историей всего футбола. Не только российского, но и всего международного, в том числе и Кирова. Где сейчас эту книжку можно увидеть, посмотреть? Может быть, кто-то впервые сейчас о ней слышит? Она в библиотеках есть. В продаже, наверное, большой реклам. Первое издание книга вышла 800 экземпляров. 800 экземпляров разошлась вся. Сейчас ее в продаже не было. Не было. Мы только ее дарили. Ну, а ясно ознакомиться с этим фотоальбомом можно в библиотеках Герцена, в Слободском. Я подарил в Кировических музеях, в архивах. Так что, у кого есть желание, можно... Полюбопытствуй. Полюбопытствуй, да. Ну, вот, Владимир Иванович, что эта книга представляет интерес и особый интерес. Говорит о том, что она прошла на аукционе. Это что значит? А вот Владимир Иванович где-то вычитал такой аукцион. И книга стоила на аукционе цена 2700 рублей. Это говорит об уникальности вероятной книги. Владимир Иванович, подъяснись. Можем поподробно читать. Материал действительно был собран уникальный. Большинство фотографий впервые... Это мы говорим о той книге. Да, о первом издании фотоальбома. Большинство фотографий впервые можно было увидеть. Ценность второго издания теперешнего. Евгения Алексеевича удалось найти родственников Александра Андреевича Келлера. Знаменитого тренера, который у нас здесь создавал профессиональную команду. В военное время или в послевоенное? В послевоенное время. В послевоенное время, да. И впервые удалось вот в новом издании опубликовать частично фотоархив семьи Келлера. И можно впервые тоже увидеть фотографии того периода. Где удалось найти это все богатство Евгению Алексеевичу? Что-то скромно отмалчиваетесь. Ну, это, как говорится, дорога осилит ведущий. Ну, расскажите. Так что, началось все, узнал, где проживает в настоящее время дочка Александра Андреевича. Где она проживает? Она проживает в городе Смоленске. Мы с ней связались по скайпу. Я ознакомил ее с первой книгой и попросил, если есть какие-то фотографии семейные Александра Андреевича юности, детства, то прошу выслать. Вот что и получилось. Вот Наталья Александровна все вошла в наше положение. Прислала. Много ли прислала? Ну, где-то около сотни фотографий. Это все фотокарточки, да? На фотомамаге. Это не электронные. Да, это все. А вам оцифровывать уже пришлось. Да, да. Она прислала фотографии. Да, фотографии. Ну, отфотографированы еще раз. Ну, это оригиналы. Так что вот из этого вошло много очень фотографий. Особенно меня, конечно, удивляет то, что 27-й год в форме Буденновки Александр Андреевич начал службу в Красной Армии. То есть вот какого периода? 27-й год? Да, 27-й год. Вот с этого времени мы, значит, частично выбрали фотографии, которые интересны. Это когда у вас была связь-то с ней? Это было в 16-м году. В 16-м еще. Потому что мы тогда уже задумали выпуск второго издания, исправленного, дополненного. А там фотографии именно с Кировым связаны? Их много, что там конкретно? Да, связано с Кировым, связано с поселком Лесным, где находился на поселении поволжский немец Александр Андреевич Келлер с 41-го по 51-й год. Вот там находился. Кстати, что символично, что он в 48-м году получил медаль за победу Великой Естественной Войны. Работая, нет, находясь в заключении в поселке Лесном. Это, значит, был... Ну, известная история, люди с немецкими корнями... Да, за трудовую деятельность. Вот говорит то, что этот человек очень неординарный и, можно сказать, великий. Тем более он создал профессиональный футбол в нашем городе. Ну, это уже было после войны, да. Да. Так, что еще интересного из присланных внучкой? Дочкой. Дочкой, то есть, да. Ну, что интересно, вот последний разговор, где-то неделю назад я с ней разговаривал, она говорила, папа, вот, ну что, я бы, как... Она ведь в годах уже в таких приличных, да? Да, да, уже за 80 лет все. Вот. В последнем время я работала она в школе высшего олимпийского... В высшей школе олимпийского резерва в городе Смоленске. Да, она занималась здесь, в Кирове, фигурным катанием. Угу. Вот. Она также в свое время обслуживала соревнования по конькам, которые провели в 55-м году они. То есть, они здесь жили уже, и эта семья, значит, принимала участие в этих соревнованиях. То есть, они были разносторонние спортсмены. Не только сами участвовали, но и судили соревнования. Ну, самое интересное, вот, мне что понравилось, вот, приезжала команда Ирак, которую обыграли здесь 8-0. Вот. Команда из Ирака? Да, и команда из Ирака. Сюда много кто приезжал. И 8-0 обыграли, и она мне рассказала, говорит, папа, после игры, им говорил, говорит, приехали какие-то непонятные футболисты, но это не футболисты, это были военные какие-то, их форму одели, все. Мы старались им дать пройти к воротам, чтобы они забили хоть один гол, но они это даже не могли сделать. Мы старались не забивать, но все равно 8-0. Говорит, само собой получилось. К нам приезжали международные команды Волоке, на своей памяти, вот, прекрасно помню сборную Эфиопии. И оба приезжали. Тоже была примерно такая же, и старались дойти до ворот, но они как-то все не хотели. Очень загорелые ребята были, да? Да, ну, это, по-моему, тоже собрали студентов московских, там пустили в Советский Союз. Так что, вот, в этой книге много воспоминаний, очевидцев, которые общались с Александром Андреевичем. И, в общем, книга представляет интерес вот для нас, как создателей, с Владимиром Ивановичем, очень даже. Так, время у нас еще есть, по книжке поподробнее еще поговорим, безусловно, пауза. Еще раз озвучу, кто у нас в гостях. Евгений Душкин, куратор проекта «Они играли за Динамо», ветеран спорта Владимир Пемелов, доктор педагогических наук, профессор автор книги «Когда победы были большими», очерки авиатских футболистов, и Владимир Головенкин, ветеран нашего футбола. Владимир Борисович как раз-таки сейчас хотел добавить, пока его коллеги Евгений Алексеевич и Владимир Иванович. Я хотел добавить тупую мысль, что вот Александр Ильич Келлер и его семья, хотя и были сосланы, так сказать, интернированы, они не были ни в чем виноваты. Просто с началом войны... Но они реабилитированы потом были? ...все вот эти этнические немцы, а их было очень много, сотни тысяч этнических немцев, были, так сказать, перемещены подальше от линии фронта. Ведь была целая Саратовская область, автономная республика немцев. Он родился на территории этой республики, в Энгельском районе Саратовской области. И жил в немецком доме. Что делать? Немцев не было, были русские и казаки. Там до сих пор города Энгельс, Маркс есть. Поэтому тут читатели, слушатели, особенно молодые, могут подумать, что он там был, там, кстати, находился в каких-то таких вот, по какой-то причине. На самом деле, это были обычные люди, которых вот решили на всякий случай подальше убрать. Под греха подальше. Да, да, поскольку они были этнические немцы. А в дальнейшем, вот, любопытно, что Александр Ричкиллер, я в своей книге пишу, он сыграл роль, значит, не только в организации команды «Динамо», но и в дальнейшем, будучи тренером Кайрата, там, других команд, там тоже были футболисты, которые имели вятские порни. И он тоже играл вот определенную роль в их судьбе. Вот это хотелось бы сказать. Сейчас мы хотели поговорить о том, что Владимир Иванович, вы сказали, что совершенно случайно узнали о том, что у Владимира Борисовича книжка-то вышла. Вот это, давайте о ней поговорим. Она выходит буквально на этой неделе, как мне сказали. — Не-не-не, я имею в виду, когда победы были большими. — Это очень любопытно. — То есть вы как бы не договаривались, получилось так? — Нет, мы случайно. — И когда Евгений Алексеевич, когда говорил о вас, о вашем присутствии сегодня у нашей передачи, он говорил, что вы обладаете какой-то уникальной памятью по части имен футболистов. — Он случайно у нас был в Герценке, по своим делам. — Ему сказали, что еще одна книжка выходит. Он говорит, вот тут какой-то, значит, товарищ, он говорит, я же его знаю. И вот поэтому он меня пригласил. А так вот, и вот что интересно, вот я когда в 60-м году в первый класс пошел, первым классником стал, вот, как раз наша сборная Советского Союза выиграла первый Кубок Европы, первый и последний раз тогда назывался Кубок Европы, не чемпионат. — Не чемпионат Европы. — И вот тогда, значит, с 3-го раза только, с 3-го, 68-го года стали называться чемпионат Европы. Так вот, тогда стал в честь этого события приурочено выпускаться еженедельник футбол. С 67-го года он стал футбол хоккея, потом снова футбол, в общем. И отец как раз ехал от санатория и в Москве купил этот еженедельник. И вот я, он привез его в начале сентября. Я первое, значит, мне так хотелось прочитать, и вот первое, там, Яшин, Понедельник, еще удивлялся, что за фамилия такая, значит, фамилия, это же день недели вообще-то. Там, Чохели, что за фамилия, это же непонятная такая. — Рубольная грузинская фамилия. — Тоже какая-то странная. В общем, вот это были первые слова, которые я прочитал в своей жизни. И в дальнейшем я очень интересовался вообще футболом, там, всем этим делом. — Вам попались хорошие слова. — Да. Но я никогда не писал в футболе ничего. И вот в 94-м году, значит, журналист одной из кировских газет тогда, много было газет появилось как раз, он в своем, значит, комментарии, комментируя там матч очередной Кировской дамы, говорит, вот, играет плохо, значит. Да и никогда хорошо-то не играли, никогда у нас не было ни одного хорошего футболиста. Эту статью можно найти, наверное, в библиотеке. Вот. И меня так... — Наверняка она конъюнктурная была как-то статья. — Зажгло, значит. И я написал статью, которая вышла в Вятском наблюдателе под названием «Да, были люди нашей времени, то, что это нынешнее племя». И вот она была опубликована в октябре 94-го года. Ну, там много мне напишешь в статье там. Она, кстати, и сейчас в интернете есть вот всё. И вот прошло много лет, вот я всё время хотел написать. Вот всё-таки, когда вживую видел Численко, Яшина, Воронина, ну, хоть не так много, но как-то хочется это всё излить. Вот. И в 12-м году, в феврале месяце, как раз в те дни были выборы президента. В начале марта, я помню, там голосовал прямо в больнице. Вот. Мне подселили в палату, значит, мужчину такого немолодого. И я смотрю, у него написано на карточке «Урин». Ну, я так в шутку говорю, вы кем роднёй приходитесь? Директору Большого театра или бывшему футболисту? Ну, так сказал, совершенно даже не думал, что вот ответ. Думал, пошлёт он меня куда-нибудь. Вот. А «Урин» — это же была большая фигура у нас. Директор этого самого театра «Наспаской», тогда назывался театр юного зрителя. Потом он в 2006 году, будучи главным режиссёром театра Станиславского Неверодича Данченко, организовал такие колоссальные были гастроли в нашем городе. Ну, сейчас директор Большого театра. Ну, и вот. Ну, и, короче говоря, я, конечно, не думал, что я получил какой-то внятный ответ. А он взял и говорит, да, Валерий Урин, мой брат, футболист. Ну, конечно, грех было не расспросить такого брата о таком брате. Ну, на моём месте... То есть брат в Кирове живёт? Нет, брат сам приходил сюда, в студию. Да, да. Да, был у нас здесь в студии. Но сам брат от меня не интересовал. Нет, нет, тот, который в больнице, да, не футболист. Брат того брата, да, у нас был здесь в студии. Но я даже, откровенно говоря, не запомнил, как его звали, потому что он меня как такой не интересовал, а меня интересовал его брат, футболист. Но в любом случае Григорьевичу часто. Да, Григорьевич, да. И вот, если бы, допустим, на моём месте был какой-то человек, ну, просто вот так, он бы, ну, прослушал, да, и забыл там всё. А я нет, я записал всё подробно, значит. И вот потом как-то всё сложилось. Вот я же думаю, Базулю, сколько раз я его видел, из-за него специально, когда в аспирантуре учился, ходил на каждый матч Спартака, там, конечно, это самое. Когда он за Баку играл, они приезжали, значит. Я уже когда за Баку играл, в Баку ездили специально на него смотреть. Вот, ну, я Баку не ездил. Вот, и, короче говоря, вот всё это как-то излилось так на бумаге. Вот такая первая глава появилась. Об Урине, значит. Потом, значит, вот о Вшивцеве Юрия Михайловича, значит, там, об Азулеве, там, о других. Вот, в частности, я только что говорил о Келлере, там, вот. Был такой игрок, о нём редко кто вспоминает. Владислав Петрович Ворончихин. Вот, и вот эта фамилия не на слуху, вот, там о нём тоже есть глава. В какие годы он играл? Он, 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 он с сорокового года рождения. С сорок четыртого года он рожден. С сорок четыртого, да? Ну, я вот так, хотя там всё у меня написано, но я на память так вот не помню, конечно, каждого. Вот, и вот он, он умер в девяносто пятом. То есть, вот, он мало прожил, честно говоря. И он там жил, вот, в Казахстане потом. Вот, а уроженец города Кирова здесь начинал, тут мало он играл. И вот потом он, значит, и он там одно время, я помню, вот, шестьдесят шестой, седьмой год, вот, он играл за Кайрат, там, значит, забивал голы. Фамилию такую помню, потому что у нас в классе был пацан тоже Ворончихин. И вот мне это как-то играло на память, что вот, да, такой футболист есть, значит, вот. Вот, ну, потом он сошел, но, во всяком случае, это человек, который засветился на высшем уровне, в высшей легии, как это называли. И вот я вот хотел вот как-то это все отразить. Но поскольку я понимал, что книг написано уже очень много, вот тут даже указано. Я бы не сказал, что много. Ну, не много, но, во всяком случае, есть. Не так много, да. Узианин, вот, журналист Евгений Алексеевич, вот тут и Ершови, Виталий, значит, Шулятьеви, Валерий Свинцови там, Свинцовая голы называется, ясно, что о нем, не знаю, даже можно предположить. Так вот, это все было. Вот, а я, значит, подал с такой, значит, вот, с такой, так сказать, позицией. Те футболисты, которые приезжие откуда-то из Москвы, там, да, которые проявили себя на высшем уровне, но играли тоже за Динамо. Пусть и недолго, но сколько-то играли. А также наши, которые проявили себя там. Ну, вот согласитесь, новый поворот темы, да, вот тот же, скажем, Ершов или Шулятьев, они же не играли там на высшей лиге, правильно? Ну, они были, да, кумирами местных там, болельщиков, а вот Козловский играл. Вот, то есть он уже как бы себя там проявил. Вот это, вот это такое количество глав определенно получилось, в том числе и тех футболистов, которые сейчас играют там, значит, вот и Пугин там, вот сейчас вот в Динамо-Московском юный Данил Липовой, все жду, когда его Хохлов выпустит, но пока не выпускают, но, по крайней мере, он вот самый молодой, и вот он родился в Кирове, получил все, так сказать, футбольные навыки уже с родителями, переехал в Самару, и как бы из Самары, но все равно роженец нашего города, то есть какое-то отношение имеет. Вот этих всех вот людей собрал, и вот там были игроки, которые, скажем, выступали за Динамо, потом Работар, скажем, как Проценко, но он выступал за Сочинскую Жемчужину, сейчас, кто скажет, такая сочинская Жемчужина, она когда-то играла в Премьер-лиге в 90-е годы? Сейчас уже не на слуху. Да, сейчас уже не на слуху. Но, по крайней мере, это футболист, который тоже играл какое-то время, или там Шерстнев за Московский Динамо, пусть один матч провел всего, но все-таки был Московским Динамовцем, а потом за Кировской Динамо играл. Вот это такие футболисты, которые были и там, и тут. И много, вот когда начал собирать, много интересного такого материала в память, вот детские воспоминания такие, Владимир Янкин, там вот, Генрих Федосов. Вот сейчас тем, кому меньше 50, даже меньше 55, им даже не представить, каким интересом пользовались игры Динамо, вот, и как народ бежал на стадион, там дополнительные кассы открывали, там боялись не попасть. Да реально, и не попадали. Игра идет, и билеты продают, и надо, я вот всегда ходил заранее, что ты там, это вдруг, чтобы там с толпой тебя не запихали, там, чтобы точно купить и так далее, вот. А помню, когда матч Динамо-Москва, Динамо-Киров был вот этот, о котором отдельная глава там есть, называется «Матч на все времена», и когда наши выиграли 1-0, Козловский гол забил. Это год? 69-й год. В октябре 69-го года, ну там даты указаны, составы команд для истории, все, вот. Но в воротах стоял Нияшин, во втором тайме играл Йонас Бау, уже только что переведенный из ЦСКА, и вот значит, на 85-й минуте Георгий Рябов, там такой был, он игрок сборной был одно время, ногой, значит, двинул по мячу, промахнулся, и тут оказался Козловский и забил, значит, лепил в ворота мяч, тут не ожидал, и вот Динамо-Москва выиграли. Я был под таким, помню, таким, ну, впечатлением от матча. Ну, не только вы, наверное. Да, и вот это, да, и вышел, когда я, значит, там на улицу Ленина сел, значит, в троллейбус, а мы жили, дом напротив вокзала назывался раньше «Золотой голос», Комсомольская 37, ну, ты садишься в любой троллейбус и доезжаешь до туда. До привокзальной. Да, 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 вот даже до привокзальной. А вдруг еду, смотрю, что-то незнакомый совершенно пейзаж, а Киров-то ведь не такой был, как сейчас, он же там в основном деревянный такой был, все это, такое, все темно, думаю, что такое, где я еду-то? Оказывается, только вдумайтесь, за день или два до этого или в тот же самый день пустили троллейбус пятого маршрута, и он меня увез куда-то там, и я уже где-то в районе Дружбы, там, кинотеатра «Мосмос», где вот там это, там очнулся, значит, ну, вот ничего себе. Сходил на футбол называется, да? Да, сходил на футбол, вот это, это мне запомнилось, и об этом, конечно, такой чепухи я не буду там писать там, чтобы это увековечивать, но вот такое, это я рассказал такую прибудку, чтобы показать, насколько, ну, был впечатлен вообще вот этим всем, и это было, конечно, очень здорово, очень здорово, и вот я, когда вот в 82-м году поступил в аспирантуру, я ходил, ну, конечно, на все матчи «Московская Динамо», там, все это смотрел, там, и прочее, и вот последний день у нас был, вот историю эту расскажу, вступительные экзамены, это был конец октября, я пошел на футбол, играл «Спартак», «Москва» и «Харлем», команда в кубке «УЕФА» или кубке «Кубков» еще был такой турнир, сейчас уж не помню, вот, но, и мой товарищ говорит, слушай, давай не пойдем, такой холод, минус 20 градусов, конец октября минус 20, невозможно холодина, ты что, говорит, ты сейчас поступил, ты на все пятерки сдал, мы еще с тобой находимся, давай не пойдем. Короче, он меня уговорил не идти, потом не «Динамо» же играет, в конце концов, но и вот, и мы не пошли, и потом только я узнал, что там, оказывается, был потом такой случай, там закрыли ворота, значит, все, кроме одних, начали людей выпускать через эти ворота, и там погибло большое количество людей, там же была трагедия целая, там погибло не то 60 человек, не то что-то вроде этого, это вот на матче «Харлем» «Спартак», там гол забил шевцов на швецов на последней минуте, народ туда и сюда, хлынулся, начали там топтать друг друга, в общем, вот это такая история, она какая-то вот тоже, знаете, очень любопытная, туманная, вот, и таких вот историй очень-очень много. Вот, если позвольте, я приведу... Давайте сделать небольшой первый, рекламу, без рекламы еще не бывает, а потом вернемся. Продолжаем, не так много времени у нас остается, Владимир Борисович, закончите мысль про книгу-то свою, которая вышла, давайте напомним... Не вышла, она вот-вот выйдет. Вот-вот выйдет, да, вот в издательском доме Герцинга, я хотел, чтобы она была в этом, в альманахе Герцинга-Вятские записки, потому что он есть, в принципе, в интернете, но она чересчур большая для того, чтобы в альманахе печататься, поэтому она хотя бы видит... Но зато будет красивая книжечка. Да, небольшим тиражом сравнительно, но я, разумеется, в себе библиотеки подарю, там все это понятно. А тираж большой будет? Тираж будет небольшой, там меньше ста экземпляров, но зато она будет размещена на сайте Герцинки. А, или в электронном виде? Да, в электронном виде, поэтому каждый там в открытом доступе сможет ее прочитать, и меня это очень, так сказать, устраивает, потому что, ну, как для каждого автора интересно, чтобы как можно больше людей прочитали. Уважаемые почитатели футбола, да, и люди неравнодушные, запомните, в электронном виде будет на сайте. Ну, там вот у Герцинки есть книжный киоск, в принципе, там какое-то количество экземпляров будет продаваться, безусловно, вот, там они издают, у них есть свои издательские сейчас центры, они издают литературу, поэтому вот там можно будет приобрести, кто кому-то Ну, когда о книжках говорим, вы уж простите, Владимир Борисович, возрастное ограничение надо называть. А там, собственно, никакого ограничения нет. Никакого нету, ноль плюс. Там нет ничего такого, чтобы там следовало ограничение. Ну, кто же, просто требование есть, чтобы на каждой киоске стоило. А вот, наверное, ноль будет, а может, шесть лет или, я не знаю сколько. Ну, вот, что получается, это вот три книжки таких ключевых знаков в хоккейском футболе, да? Да, что удивительно, независимо друг от друга, мы вот такие произведения издали, значит, первое, первое. Это вы нас удивили, потому что мы, честно говоря, думали, что это как-то в общем плане все идет. Все связано с собой, а тут все независимое. И, кстати, книгу издал, я всегда думал, вот надо вот это, надо это, но безграничное это время не безграничное, и книги не безграничные, вот. И поэтому, думаю, кто-то бы написал. Написал американский писатель, профессор, доктор, да, Холмс, он, значит, своеобразную книжку на основе архивных данных в архивах покопался, издал книгу, значит, Владимир Борисович тоже, и наша книга, и они перекликаются между собой. И получается у нас, как единое целое, целое о нашем кировском футболе, о команде «Динамо». — Трилогия. — Да, это очень интересно. — Они дополняют друг друга, не повторяя. — Это очень интересно. У нас очень... — А, кстати, да, я еще забыл спросить, Владимир Борисович, а что касается иллюстрации в этой книжке, насколько она богата там, откуда, что... — В ней 46 иллюстраций. — Это что, фотографии... — На 80 страниц 46 иллюстраций, это очень много. — Много, хорошо. — Это фотографии из каких-то частных архивов? — Ну, да, из частных, из сайтов, но такие довольно редкие фотографии там, как говорится, вот... Я думаю, что тут те, кто будут читать, они не будут разочарованы. Там я постарался включить и таких любимых футболистов, которые как бы, ну, не наши, но связаны как-то с тем же Уриным, что он играл против ней, там, против Шестернева понедельника. — Ну, Алексей, что на понедельника то есть написали все-таки, да? — Нет, там самая фотография. — Ну, у нас страниц 128, немного, значит, содержание очень ёмкое. Вот Владимир Иванович расскажет, сколько фотографий у нас там присутствует. — 300 фотографий. — 300, на 128 страниц. — Ну, где-то около 300. — А формат большой, крупный? — А четвёртый, чуть побольше. — А четвёртый, да? — Ну, это хороший формат. — Из них 30 фотографий из архива Келлера вошло. — Это вот то, что нам дочь прислала. — Которых в первом издании точно не было, да? — Да. — А вообще вот было. — Ну, ещё какие-то новые редкие фотографии. Вот фотография, связанная с радиоэхом Москвы, с посещением великих футболистов, которые здесь были. — Там мы с Владимиром тоже увековечились тихонько. — И Валерий Григорьевич Урин. — И ещё интересная книга в том, что я знаю наших руководителей, областных руководителей спорта, которые внесли большой вклад в развитие футбола, динамовского футбола, отметила книги, фотографии и годы справления, может, руководства. — Но именно динамовского руководства, да? — Нет, областного, значит. Так что динамовского руководства тоже. Ну, я отметил игроков, спортсменов очень высокого уровня. Это защищающиеся честь на Олимпиадах, чемпионатах мира, которые играли за клубную команду «Динамо», за команду спортзавода. Вот, вот тоже интересно будет. — Книга выйдет, в библиотеке, вы сказали, передадите. — На днях, на днях она выйдет, книга, да. — В библиотеке передадите? — Какая-то презентация будет в книжке. — Мероприятие возможно. — Но мы сейчас с вами презентацию делаем прекрасно. — Может, вам объединиться. — Вот, может, да. — Можно, в принципе, да. — Так что мы этот вопрос порешаем, я думаю, да, решим вопрос. — В той же библиотеке Минигерсона устроить какую-то встречу с читателями, с зрителями футбола. — Двери всегда открыты для таких мероприятий. — Тем более, сейчас так как футбольной команды нет на стадионе, да хотя бы книжки про футбол соберут на дневник. — Но, несмотря на то, что футбольной команды «Динамо» нет, футбол-то ведь никуда не делается, дети занимаются, взрослые играют. И как он был массовый вид спорта в Кирове, в Кировской области, так и он в футболе остался. И очень много соревнований сейчас проводится среди любительских команд. Можно об этом много говорить, команд очень много. Но, а то, что создать такую профессиональную команду, я думаю, надо вернуться в послевоенное время, когда спорт был на высшем уровне, на подъеме, все. А сейчас у нас наоборот, все упадет. — Вот, знаете, я хочу упомянуть, на прошлой неделе у нас была программа «Урбан», и гостями были глава администрации Илья Швальгин, и губернатор Игорь Васильев. И один из звонивших, мы собирали предложение по поводу празднования 650-летия города. Через 7 лет, собственно, это случится, уже совсем немного времени остается. Вот один из звонящих говорил о том, хорошо бы к этому, к этой круглой дате, чтобы у нас в городе, ну, без привязки к какому-то спорту, но какой-то спортивный символ все-таки был. Какая-то команда, которая блещет на всевозможных уровнях. Ты согласны с этим? Да, конечно. 650 лет, это все-таки та дата, которая спортивная составляющая нашей жизни должна все-таки. Это самое дорогостоящее. Да, самое лучшее, если создать команду Олимпия, Кировича, Репецкая, Родина, это, естественно, больше обратить внимание. Ну, и, конечно, Кировская Динамо в таком виде, какого она раньше существовала. Как бы существовала. Так же, как мы наблюдали бы тогда болельщиков на входе к Союзу Динамо. Еще вот интересно, для чего был интересен футбол, вот тоже со слов Виктории Александровны, Виктории Александровны, она говорила, и проходишь, это дочка, Геллера, проходишь мимо таблицы на углу улиц Московская и Большевиков, и болельщики обсуждают. Там всегда был кружок, они обсуждали, кто с кем как что. Сегодня на завтраке вот футболисты у Келлера кушали вот это-это, на обеде то-то-то, на ужине то-то-то. Вот какой интерес был к футболу. Там всегда была тусовка, и в 60-е годы, я помню, подходишь, там всегда стоят мужички, послушаешь, узнаешь все, что все происходят в футболе. Такой футболист, где там отметился, в каких сводках криминальных. Так что интерес был неподдельный, конечно. Ну а сейчас-то на любительском уровне, конечно, футбол тоже на высоком уровне у нас, я считаю, потому что я в других городах знаю футбол как, у нас уже не хуже. Но организованный футбол, который должны организовать спортивные организации, у нас, конечно, на низком уровне находится. Почему-то. Ну зато, зато книги. Профессиональный футбол требует больших вложений. Это вот надо это иметь в виду. Это же перестройка стадиона, это инфраструктура огромная. Это могут себе позволить там, допустим, Екатеринбург команду содержать довольно среднюю. Но об этом должны заботиться слуги нашего народа, которые руководят городом и областью. Они должны беспокоиться. Мы-то должны как любители и специалисты заниматься своим делом. Но так или иначе, стремление молодого поколения велико по-прежнему. Да, велико, да. Футбол у нас в настоящее время, надо признать, переживает такой всплеск среди подрастающего поколения. Сейчас мальчишка. Огромное количество клубов, частных, не частных. Играют, играют. Играют, ездят, участвуют. Понятно, что это все ложится на плечи родителей, но движуха, она продолжается. Дышать не запретишь. Вот поэтому футбол играют. Детская команда в кожаном мяче Николая Каратаева, который был капитаном Кировского Динамо, в этом году на всероссийском турнире заняла третье место. На всероссии? Впервые, да, такое достижение. Это очень высокий результат. Это очень высокий результат. Это пацаны какого возраста примерно? Я точно не скажу какого возраста, знаю, что такое высокое достижение. Бывший капитан Кировского Динамо. Это мальчишки еще? Да, да. Мальчишки с кожаным мячом. А, ну, детские. Детский турнир. Это высокий уровень. Их опередили, значит, Татасан на втором месте они проиграли, к сожалению, третье. Так что, ну, футбол у нас был всегда любимой игрой, он был и остается этой игрой. А для этого мы вот сделали такой подарок нашим болельщикам. В футбол это зрелище на высоком профессиональном уровне. Это с театром можно сравнить. В футбольном театре я думаю вернется в город, будет команда, будет зрелище, будет полный стадион. Так, давайте еще раз напомним даты. Красиво можно заканчивать с этой передачей. Напомним даты книжка под названием еще раз, Владимир Иванович. Они играли за Динамо. Они играли за Динамо. Выходит в эту пятницу. Второе дополненное переработанное издание. 28-го числа. Выходит, когда можно уже искать в библиотеках лично, не знаю, к вам обращаться каким-то образом, пытаться получить книжку. Я думаю, что вы будете первыми обладать. Нет, я сейчас не о себе забочу. Я сейчас о слушателях. Заслушатели переживаю. Вот они услышали. Заслушатели могут прийти в библиотеку Герцена, я думаю, на следующий день или в ближайшие самые дни после выхода книжки почитать, увидеть ее, посмотреть. Но вы подумайте все равно над официальной презентацией. Как это можно организовать? Владимир Борисович, да. У вас когда, собственно, дата ИКС? А кто же вот обещает буквально на этой неделе? На этой неделе. Неделя туда, неделя сюда, может быть, чуть припоздняться, но обещает вот-вот выпустить. Издательский дом Герценка. Там будет, ну, наверное, совместная презентация. Вот. Там киоск. Зародили мы сюда. Зародили эту. Зародили. Киоск есть книжный, так можно было сюда найти. Ну, а в дальнейшем там на сайте Герценки есть такая опция издательская деятельность. Там открываешь ее, год, что выпущено. И любой может там почитать, скачать, если надо ему, если так интересуется. Многие ведь именно электронные книги сейчас и читают чаще всего. Так что без проблем. Именно Герценка, библиотека, сохранила многие свидетельства футбольной жизни в своих архивах, фондах. И я думаю, что это подходящее место. Материалы, обнаруженные там, вошли в наш фотоальбом у Владимира Борисовича. Я думаю, хорошее место именно там презентацию. Вот, вот, мысль уже работает. Ну все, короче, информатируемся. Тогда мы придем. Спасибо Евгений Душкин, Владимир Помилов, Владимир Головенкин. Наши гости. На этом мужской понедельник на сегодня завершается. Мы говорим до свидания. До свидания. До встречи. Думаю, встретимся снова. До встречи. До встречи.